Такое в истории современной России происходит впервые. Депутаты Государственной Думы высказывали свое мнение по поводу кандидатов в министры. Не всегда единогласно, но дружно. По сути, участвовали в формировании правительства страны. Переходим к принятию решения по второму пункту повестки. Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации. Комитет поддерживает утверждение в должности, просьба проголосовать. Давайте поздравим Антона Андреевича Алиханова с утверждением в должности министра промышленности и торговли. Поздравляем. Антон Алиханов, самый молодой из членов нового правительства, совсем недавно возглавлял Калининградскую область. Еще из новеньких, теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, будет руководить Минспортом и обещает народу зрелищ. Зрелищность соревнований должна расти. Это позволит вовлечь миллионы наших граждан в спортивную жизнь страны и в занятия спортом. Трансляции с российских чемпионатов, клубных турниров должны, как говорится, звучать из каждого утюга. Минкульт России под руководством Ольги Любимовой вплотную займется программой «Земский работник культуры». А Роман Старовойт, теперь глава Минтранса, пообещал работать над развитием транспортной системы страны. Новый глава Минприроды Александр Козлов заявил о необходимости адаптации к изменению климата, а новый министр труда Антон Котяков планирует в ближайшие 6 лет сосредоточиться на поддержке семей с детьми и пожилых людей, снижении уровня бедности, цифровизации в социальной сфере и, конечно же, адресной поддержке ветеранов СВО и их семей. В ближайшее время совместно с Фондом защитники Отечества запустим программу обеспечения самыми современными функциональными средствами реабилитации ветеранов специальной военной операции с использованием электронного сертификата. Обеспечим учет социальных показаний при разработке индивидуальных программ реабилитации. Будем содействовать импортозамещению в этой сфере. Все новички в правительстве это в основном руководители регионов. Их опыт на местах будет ценным в реализации национальных проектов, которые направлены на улучшение жизни людей. Очень рассчитываю на то, что они применяют все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации, для того, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом. В то же время рассчитываю на то, что и руководство правительства, и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно. В целом теперь российское правительство выглядит так. Возглавляет его по-прежнему Михаил Мишустин. На первом же совместном заседании российский премьер поблагодарил президента за такое доверие. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ну в первую очередь, Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с вами обсуждали, были одобрены. Основная задача для нашего правительства это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед федеральным собранием. Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач. Те министры, которые в результате формирования нового правительства покинули свои посты, не удел не останутся, пообещал президент. Им предстоит другая работа, не менее важная и ответственная. Людмила Кусерова, Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok